Будет ли нам вообще какая-нибудь помощь людям, потому что у людей вообще ничего не осталось, им очень сейчас тяжело. Так горько Надежда Макарова плакала не столько за себя, сколько за соседей. Ее-то дом остался цел, сгорели лишь надворные постройки. Но именно это обращение сделало женщину живым символом погоревших Акассии. Сегодня фотографии с президентом на видном месте, а сама мать троих детей негласно считается главной телезвездой вершины Биджи. Семья Макаровых получила по 50 тысяч за утерю имущества, гуманитарную помощь и море внимания от чиновников. Последнее, кстати, досталось и всей деревне, за что пострадавшие благодарны прежде всего Надежде. Говорили, конечно, спасибо, но и до сих пор говорят. Может быть, другой бы так жить смог. Просто так получилось. Своей пожарной техники в селе нет. И 12 апреля, к тому моменту, когда подъехал наряд из Усть-Абакана, 18 семей лишились всего, что наживали всю жизнь. Вместе с погорельцами с огнем боролся глава сельсовета. И сейчас он вспоминает, если бы не слаженные действия жителей Биджи, пострадавших было бы гораздо больше. Горе было неописуемое. Многие пытались спасать свое имущество, хозяйство. В тот момент, конечно, когда это случилось, никто не мог представить и поверить, что в такой короткий период все будет восстановлено. Вот так стала выглядеть сгоревшая часть улицы Школьной к первому сентября. Одна из ее жительниц, Александра Сафронова, сначала с трудом привыкала к новому дому. Но время залечило раны. Сейчас женщина с супругом обживают свои 70 квадратных метров, а из случившегося сделали для себя вывод. Нам дети подарили сертификат страховки. В общем, да, жилье застраховано. И наши дети теперь тоже застраховали свое жилье. Много ли еще погорельцев последовало такому примеру, неизвестно. Однако власти признают, страховать себя от рисков в нашей стране не принято. Между тем, сельсовете уверяют, что на этот раз активно занимаются так называемой профилактической работой. Но все же главным учителем стала сама трагедия 12 апреля. Теперь, говорят биджинцы, они хорошо подумают, прежде чем сжигать траву и мусор. Лишняя бдительность в деле безопасности еще никому не вредила. Марина Конодакова, Сергей Казмин, Вести Хакасия.